всем привет ребят вы находитесь на канале reader play меня зовут александр и сегодня мы поиграем в игру престолов игра не новая но с полной русской озвучкой и всем приятного просмотра и и и и и и и Продолжение следует... Две свадьбы, две спальни, день казни печальной, Здесь каждый считай не жилец. Две свадьбы, две спальни, день казни печальной, Но ждет нас счастливый конец. Великий Джейми Ланнистер, Царь и убийца, клятва преступник, Пленен с северянами. И освобожден бабой. Хоть он и говорит, что выбрался на волю сам. Меч Норда Форестера не очистит себя сам. Смотри, чтоб пятен не осталось. Лорд Форестер огорчится, если его меч будет в крови. Не бойся, это всего лишь кровь. Теперь меч в подобающем состоянии. Когда-нибудь и у меня будет такой. У тебя? Да никогда в жизни. Я не хочу тебя обидеть. И если честно, ты всего лишь оруженосец. Почему нет? С Винопасом не положено иметь такой меч. Я тоже участвую. Ха! Участвовал в чем? В пленении. Его и близко не было в том лесу, где схватили Джейми. Он был так пьян, что с трудом вышел из шатра. А потом он расскажет, что помог пленить Териона. Чшш, пусть договорит. Он будет болтать всю ночь, если ему позволить. Хочешь сказать, что ты схватил царя-убийцу? Да. Ну, я был там. Ага. Войны пытались скинуть его с лошади, а ты за этим наблюдал. Видишь, об этом я и говорил. Я поставил лоба на колене. Лорд Форестер. А до этого он здорово тебе навалял. Ты сомневаешься в чести Норана? Я сомневаюсь в правдивости его истории. С каждым разом она становится менее правдоподобной. Налей вина своему лорду. Ну же. Это твоя работа. Сам налей. Ты его оруженосец. Это твоя работа, не моя. Спасибо, Гаррет. Я сам. Семья Норана верно служит дому Форестеров уже несколько веков. В его чести можно не сомневаться. Даже дом Тали у него в неоплатном долгу. Они никогда не видели, чтобы кто-то так сильно распахивал землю, как когда царе-убийца тащил бедного Норана по полю битвы. Выпей с нами. Сегодня мы празднуем. За Роба Старка, короля Севера! За Роба Старка, короля Севера! Молодой волк удостоил дом Форестера в великой чести. Завтра мы возглавим авангард и поведем его войско на утес Кастерли. Боги были к нам милостивы. Вперед! На утес Кастерли! Да! Смерть Ланнистера! Да! Север помнит! Север помнит! Север помнит! Гаррет? Да, милорд? Я хочу, чтобы ты присмотрел за Родриком. Я очень горжусь, что вырастил такого достойного человека. Но в ночь перед боем мы ищем лживую отвагу на дне чаши. Мне хотелось бы, чтобы он был со мной. Хорошо, милорд. У меня к тебе серьезный разговор, Гаррет. Этот вопрос давно не дает мне покоя. Я должен что-то предпринять. Ты верно служишь дому Форестеров, но я не думаю, что ты хочешь всю жизнь пробыть оруженосцем. Как мне вознаградить тебя за преданность? Что я могу сделать для тебя? Ты хорошо мне служил. Я ничего у вас не прошу, милорд. Служить вашему дому уже награда. Ты слишком скромен, Гард. Я доверяю вам, милорд. Многие сомневались в твоей кандидатуре, когда Дункан назначил тебя моим оруженосцем. Но со временем ты развеял все сомнения. Я буду горд, если завтра ты отправишься вместе с авангардом Родрика. Не как оруженосец, а как воин, равный всем мечникам на службе у дома Фореста. Ты это заслужил, Гард. Это награда за твои старания. Я теперь не оруженосец? Завтрашнего дня нет. Но пока держи это в секрете. Сегодня мы празднуем, и я не хочу, чтобы другие оруженосцы чувствовали себя униженными. Хорошо, милорд. А теперь ступай и найди Родрика, если сможешь. Конечно, милорд. Благодарю вас. Седьмое дневное. Кувши не пусто. Оруженосец! Вина! Можешь помочь? Ну же, я буду благодарен. Ладно, с тебя должок. Должок? Я пробовал оруженосцем дольше тебя. Ты обязан помочь. Принеси вина, протри доспехи, почисти сапоги. Угораздило же меня достаться Норрину в то время, как ты служишь лорду. Пускай сам нальет себе вино. Он пьяница, лжец и в целом тупой хрен. Но он ведет себя так, как будто он лорд. Знаешь, в чем тебе повезло? Тебе многое не нужно. Будь я свинопасом, то я бы тоже думал, что седлать коня Норрона величайшая честь в семи королевствах. В этом свинопасом повезло. Но не так сильно. Не злись на меня. Мы с тобой похожи. Да, но я не сын свинопаса. Мой отец был человеком чести. Я хочу сказать, что такими темпами мы никогда не достигнем чего-то больше. Так и останемся на дне. Или ты хочешь всю жизнь прослужить оруженосцем? Таскать вино на этой гребаной свадьбе? Какая трата времени? Но не я. Что? Завтра я буду сражаться с Родриком и Лордом Форестером. Сир Гаррет, мать его великий. Невероятно. Меня бы тоже повысили. Будь мой дядя Кастелян. Мой дядя здесь ни при чем. Он влияет на Лорда Форестера, не так ли? Я уверен, в этом и причина. Далеко еще? Нет, нам туда. Да. А ты не торопишься. Вы слишком много пьете. Хорошо, что Лорд Уолдер очень щедр. Чертовы, Фрей. Отличная ночь для свадьбы. Лорд Фрей не часто находит достойного зятя. Я не понесу этот кувшин за тебя, Гаррет. Что? В чем дело? Что на тебя нашло? Ты ведешь себя странно. Хватит нам вина. Тогда бери долбанный кувшин. Да что с ним не так? Что-то случилось? Боуэн, нам нужно уходить. Иди, если спешишь. Пашин, а как же? Что это было? Давай помедленней. К чему такая спешка? Беги! Нам нужно вернуться в лагерь. Родрик! Родрик! Гаррет, нам нельзя здесь оставаться. Подарок от королев. Подарок от королев. Готовь. Стреляйте в него! Что? Осторожно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Родрик! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Родрик! С катертью дорожка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гарретт, ты нашел Родрика? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говори, Гарретт! Я... Я пытался спасти его! Я ничего не мог сделать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Найди оружие! Живо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уолдер Фрей Проклятый предатель Пора уходить, пока еще есть время Седьмое пекло Если побежим, нас убьет, как собак Уолдер Фрей говорит, что вам... Не беги, не убежайся Береги его ценой своей жизни Верни его в Железный Холм Домой Нам нельзя тратить время Будь я проклят, если он попадет в руки этих предателей Ты должен уходить Я не могу вас бросить, Милорд И бросишь Милорд, я... Видят боги, ты подчинишься мне Передай своему дяде Передай ему, что Северная Роща не должна быть потеряна Это должен услышать только он Ты понял? Поглянись Это должен услышать только Дункан Клянусь, Милорд Эй, это же Форестер Ступай же Ты должен сделать это ради нашего дома Ступай Убейте этих проклятых Форестеров С любовью от Ролдора Фрея Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кровь Свежая Субтитры создавал DimaTorzok Это телега отца Надеюсь, за это Лорд Волтон вознаградит нас землями Зима близко Полтонам нужно больше свининки Убирайся отсюда, пацан! Тебе здесь делать нечего! Папа Я сказал, проваливай Если не хочешь пойти на корм свиньям Я убью тебя Неужели? Попробуй, если хочешь Но в итоге ты пойдешь на корм свиньям Пошли вон с моей земли Теперь это земля Болтонов, парень Лорд Болтон Новый Хранитель Севера Думаю, ему понравится этот роскошный меч Нет Я заберу его, парень Он твой Ну ладно Прикончите этого свинопаса Он жалок Ты правда свинопас, не так ли? Ха! КОНЕЦ 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 Пощади, пожалуйста. Умоляю тебя. У меня семья. Они не выживут без меня. Я ничего не имею против тебя. Я всего лишь выполнял приказ. Спасибо. Лорд Уайтхилл вздёрнет тебя за это. Это я тебе обещаю. Отец? Гаррет, ты жив? Твоя сестра. Она спряталась. Я пытался остановить их. Я убью тех, кто это сделал. Это Гаррет! Ведите Костеляна, скажите, его племянник жив! Гаррет! Я опоздал. Все были мертвы. Приведите Мейстера. Мы будем в Великом Чертоге. Скорее! Два солдата Уайтхиллов? И один Болтон. Они убили мою семью. И ради чего? Моя сестра. Ей... Ей было всего восемь лет. Старки бы никогда такого не допустили. Это... Немыслимо. Неприемлемо. Я соболезную твоей утрате. Спасибо, Мейстер. Порез глубокий, но, думаю, мне удастся спасти твою ногу. Твое правосудие было необдуманным. Некоторые сочтут это местью. Без сомнений, Уайтхиллы скажут, что это было убийство. Они убили твою семью. На твоем месте я бы поступил так же. Это правосудие. Они получат по заслугам. Это так. Нельзя позволять Уайтхиллам разбойничать на наших землях. Эти личинки избавят от инфекции. Раскрой свою рану, ладно? Раскрой. Для нас настало смутное время. Эти предатели убили лорда нашего дома и его старшего сына. Даже более великие дома распадались в подобные времена. Покойный лорд был хорошим человеком. Бедный Родрик. Он был угрюм, но из него вышел бы хороший лорд. Наш дом не падет. Надеюсь, что ты прав. Будущее этого дома теперь в руках лорда Итана. Но он молод и не готов взять на себя эту ношу. Родрик. Потерпи. Так. Сейчас немного пощиплет. Подержи это, ладно? Судя по рассказу твоего дяди, лорд Форестер спас тебе жизнь. Все верно. Странно, что он спас тебя, оруженосца, а не Родрика, своего сына. Не спорю, Родрик мог за себя постоять. Я не видел в бою такого мастерства. К сожалению, мейстеров Цитадели не обучают военному делу. Родрик был ранен. Мы не смогли помочь. Я не удивлен, что лорд Форестер пожертвовал собой ради члена своего дома, неважно какого ранга. Леди Форестер придет с минуты на минуту. Мне нужно, чтобы ты походил. Перемести вес на правую ногу, я посмотрю. Давай, не останавливайся. Нужно, чтобы кровь циркулировала. Роща железных стволов. Спасибо за просмотр here. ám калаки во многом месте можно узнать. Это росты. Не утри ф verde. Ваше пес Chapel. В throws гонусы напрянуюг bien. Гонус под порт в нем becomes виногимого ABC. Пот keys скуч used в Analytок. Продолжение следует... Ты чувствуешь слабость в ноге? Нет. Я просто хотел поговорить. Мне можно идти? Думаю, с твоей ногой все будет в порядке. Время покажет, но... Леди Форестер. С возвращением, Гаррет. Мы все очень рады, что ты выжил. Благодарю вас, Мелидия. Талия хотела тебя видеть. Гаррет, я слышала, что случилось. Это правда? Твоя семья... Мне очень жаль. Мне тоже. А теперь спать. Скорее. Гаррет рассказывал мне, как храбро сражался лорд Форестер, даже когда надежда угасла. Уверен, леди Форестер хотела бы услышать эту историю. Он спас мне жизнь, Меледи. Но не Родрика. Ты ведь был с Родриком? Уверен, там был хаос и неразбериха. Но если ты что-то вспомнишь... Он... Храбро сражался, Меледи. Конечно. Он был лучшим воином среди Форестеров. Мы с трудом перенесли эту утрату. Особенно дети. Но мне сказали, что ты был последним, кто видел моего мужа. Да, Меледи. Я знаю, тебе тяжело. Но ты бы мог вспомнить его последние слова. Каковы были его последние слова? Если ты помнишь. Семья была бы вам благодарна. Он сказал вернуть его в дом Форестеров. Он сказал, что ему тут самое место. Рядом с семьей. Спасибо, Гаррет. Конечно, Меледи. Они ответят за это. Это слишком опасно. Особенно сейчас. Сейчас самое время показать силу. Я прослежу, чтобы лорд Иттон получил его. Дункан, они сделали это на нашей земле. С нашими людьми. С твоей семьей. Я разделяю вашу злобу. Но сейчас не время провоцировать Уайтхиллов. Рамси снова едет сюда. В пекло, Рамси. Проклятый бастард. Гаррет, ты должен понять всю серьезность положения. Ты убил Болтона. Теперь Рамси... Это мы должны требовать возмездия. Сюда едет Рамси снова? Да. Он прибудет сюда через неделю. Уайтхиллы скажут, что хранили порядок во имя дома Болтонов. И что нам делать? Ничего. Я призываю вас думать головой, пока она не оказалась на плахе. Гаррет, ты перенес утрату, как и все, кто живет здесь. Может, тебе удастся вразумить Дункана? Мальчику и так досталось. Ты слишком много просишь. Мы учтем его мнение. Они убили его семью. Они заслуживают смерти. Все они. Сразимся с ними. Ха! Прислушайся к своему племяннику. Но у нас нет армии. Всех воинов убили в близнецах вместе с нашим лордом. И что нам делать? В любом случае, последнее слово будет за лордом Итаном. Он всего лишь мальчик. Он и меч не удержит. Что он может знать о сражении? Он лорд Дома Форестеров, и ему нужна наша помощь. Нам и так хватает проблем. Болтоны хотят, чтобы мы присягнули им на верность. Теперь еще и это. Тебя обвинят в убийстве, а нас в укрывательстве преступника. Мальчик просто защищался. Я не виню его. Я бы поступил так же на его месте. Для Рамси Сноу это будет поводом перебить нас всех до единого. Ха-ха. Удачи ему. Боюсь, мы не можем так рисковать. Ты не можешь остаться. Придется уйти? Дункан? Пусть приходят. Я их не боюсь. Они убьют тебя, не задумываясь. Здесь небезопасно, Гаррет. Есть одно место. Там болтоны не имеют власти. Ты отправишь его на стену? Мальчик ни в чем не виновен. Бултоны считают иначе. Боюсь, это единственный выход. Особенно сейчас, когда наш дом уязвим. Дядя, не отправляй меня на стену. Я не преступник. Мы не сможем защитить тебя. Если ты останешься, мы будем под ударом. Знаю, ты не хочешь этого. Я знаю, что это трудно понять. Сделай это ради нас. Я не подвергну вас риску. Я уйду. Знаю, это несправедливо. Но так будет лучше. Я за лошадью. Возьми мою лошадь. Еще тебя снабдят едой. Но у нас мало времени. Уайтхиллы будут искать тебя. Я бы с удовольствием вонзил меч в сердце лорда Уайтхилла. Будь у меня возможность. Серьезно. Видят боги, однажды я сделаю это. Но сейчас я должен позаботиться о доме Форестеров. Я знаю, что ты не преступник. Но лорд Форестер был бы горд, если бы ты поставил интерес дома выше своих. Много хороших людей лорда Форестера шли на стену. Даже его дядя был разведчиком ночного дозора. В глубине души я знаю, что мы еще увидимся. Я ждал подходящего момента, чтобы сказать. Что? Это важно. Лорд Форестер просил передать тебе послание. Он сказал, что Северная Роща не должна быть потеряна. Прости, ты застал меня врасплох. Это не часто обсуждается. И не должно. Что за Северная Роща? Многие даже не знают, что она существует. Они думают, что это миф, придуманный одичалами или глупцами. Пусть так все и остается. Ты никому больше не говорил? Это важно, Гаррет. Разумеется, нет. И не собирался. Отлично. Лорд Форестер не ошибся, доверив это тебе. Отныне это будет наш секрет. Но вскоре мне может понадобиться твоя помощь. Но... Большего я пока не могу сказать. Просто знай, что от Северной Рощи может зависеть будущее нашего дома. Но не говори об этом ни слова на стене. Стань разведчиком, если сможешь. Это поможет. Железные за льда. Железные за льда. Запомни. Ты представляешь дом Форестеров. Твои действия на стене отразятся на чести и достоинстве дома. Я буду сильным. Я знаю. Гаррет, погоди! Береги себя. Гаррет, погоди! Федерни! Гаррет, погоди! Ф Nova. Идам! Я не могу его найти, а ты? Он умеет прятаться, и если у него есть мозги, то он покажется. Я не хочу больше играть. А вдруг с ним что-то случилось? С ним все в порядке. Он просто забыл, что мы лишь играем. Риан, посмотри-ка, кто здесь. Не беспокойся. Это всего лишь игра, Риан. Глупая игра. Я не хочу в нее играть. Он боялся, что ты погиб. Я думал, ты пропал. Не бойся, я тут. Обещаю, я никуда не денусь. Я хочу, чтобы Мира была тут. И Эшер, и Родрик. И я тоже. Но Мира сейчас в Королевской Гавани, и... Почему она не вернется? Я не хочу, чтобы Иоанна умерла. Риан, она в полной безопасности. Обещаю. Я не хочу, чтобы Гаррет погиб. Мейстер сказал, что его отправили на стену. Я скучаю по Гаррету. Он был добрым. Я не знаю, чем он мог заслужить все это. Гаррет сильный. Он выдержит многое. Никто мне не говорит, что сделал Гаррет. Но, наверное, что-то серьезное. Я слышала разговор Думка на Исира Ройланда. Они говорили, что кто-то придет мстить. Все беспокоятся за тебя. Но я знаю, ты сможешь нас защитить. Кто просил беспокоиться за меня? Ну, Ройланда, например. Он говорит, что ты плохо дерешься. Что? Он назвал тебя Малкососом. Сир Ройланд забывается. В конце концов, теперь ты, лорд. А что значит Малкососом? Не знаю, но это что-то плохое. Итан, пусть Сир Ройланд научит тебя владеть мечом, как мужчину. Он научил Родрика и Эшера. Он даже мне показал, как правильно сражаться. Лорд должен уметь сражаться. Помнишь наше детство, когда мы все играли здесь? Ты, я, Родрик, Эшер. Мы гуляли здесь часами напролет. А где был я? Ты тогда еще не родился. Нам было так весело. Но потом все изменилось. Родрик стал серьезнее. Лорд занят и все такое. И перестал улыбаться. А Эшер... Эшер обозлился. На всех. Пообещай мне, что не станешь таким же. Прошу, просто будь собой. Ты нравишься мне таким. Я знаю, у Лорда много обязательств. Возможно, мне придется измениться. Я хочу, чтобы ты был братом, а не Лордом. Боюсь, мне придется быть тебе и тем, и другим. Если ты Лорд, значит, ты можешь делать все, что захочешь? Думаю, да. Все будут тебе подчиняться, а я смогу есть все сладости, которые... Если бы все было так просто. Было бы славно, если бы все было, как я хочу. Но Итан будет престольным Лордом. Хорошим. Все совершенно не так. Мне не смогут отказать. Ты ведь Лорд? Лорд Итан, требуется ваше присутствие в Великом Чертоге. Поторапливайтесь. Что случилось? К нам прибыл Лорд Уайтхилл. Без предупреждения, его не приглашали. Он требует правосудия. А он не может поговорить с Дунканом? Он ведь костелян. Останься с нами, пожалуйста. Итан. Он требует встречи с Лордом. Мы должны идти, милорд. Тебе решать. Ты ведь Лорд? Если бы я был Лордом, то приказал бы Итану остаться. Я остаюсь здесь. Скажи ему, что сейчас я занят. Думаю, Лорд сможет поиграть в игры после важных дел. Он прав. Все хорошо. Иди. Ладно. Давайте покончим с этим. Лорд Уайтхилл приехал неожиданно. Вы объяснили Лорду Итану, зачем он здесь. Из-за Гаррета. Я рассказал ему. Лорд Уайтхилл знает, что Гаррет оруженосец этого дома. И даже если нет... И? Если? Какая разница? Уайтхиллы нарушают закон. Не идите у них на поводу. В роще вы сказали, что хотите остаться. Если же вы хотите остаться Лордом этого дома, покажите ему такую же стойкость. Давайте не будем делать ничего опрометчивого. Не усугубляйте ситуацию. Я справлюсь с Лордом Уайтхиллом. Хорошо сказано, милорд. Сейчас не время злить Лорда Уайтхилла еще больше. У него в пятеро больше людей и поддержка дома Болтонов. Тем больше причин постоять за себя. Изворачиваются только трусы и покой. Полагаю, вы Лорд Уайтхилл? Примите мои соболезнования. Покойный Лорд Форестер не был другом мне или моему дому. Сожалею, что мне не представилось возможности лично убить их. Я ждал этого дня всю свою жизнь. Да как вы смеете? Могу, хочу и сделаю. А где хлеб с солью? Что за дом принимает Лорда без хлеба с солью? А? Проклятые невежды, ну скажите. Никакой учтивости. Этого следовало ожидать. Успокойся, старик. Маленький засранец! Так ты разговариваешь с Лордом? Форестеры срали на нас в течение нескольких поколений. Вот только теперь нет Старков, которые бы вас защитили. Теперь мы правим Севером. Руссо Болтон, Хранитель Севера. Да, мы являемся его знаменосцами пять гребаных столетий. Ублюдок сраный. Лорд Итан. Лорд Уайтхилл, пожалуйста. Я не закончил. Поделись вы своей стороной рощей, между нами не было бы разногласий. Вы упустили свою долю. Вы отобрали ее у нас. У нас не было иного выбора, как вырубить остатки. Чего вы хотите, Лорд Уайтхилл? Ваш оруженосец. Мы сохраняли королевский мир по приказу его светлости. А он напал на нас без причины. Слышал? Напал без причины. Без причины? Вы убили его семью. Значит, ты признаешь, что ваш человек убил моих людей. Проклятый свинопас. Как вы ответите за поступок вашего человека? Он действовал от вашего имени. Вы ведь Лорд этого дома. Лорд Уайтхилл, мы тоже потеряли людей. Ваши люди убили семью Гаррета. Вы потеряли свинопасов, а не солдат. Один солдат стоит сотни таких, как они. Где проклятый трус, убивший моих людей? Я знаю, он здесь. Что ты с ним сделал? Я уже обо всем позаботился. Он получил наказание. Теперь его здесь нет. Что? Его здесь нет? Я хотел совершить правосудие над тем парнем. А ты отослал его отсюда? Я этого не оставлю. Приведите сюда труса, убившего моих людей. Или вам придется отвечать перед Руссо Болтоном. Да что это за дом такой? Дом благородных людей. Леди Форестер? Лорд Уайтхилл, вы кричите, как раненый кабан. Где ваши манеры? Я не хотел оскорбить вас, миледи, учитывая ваши утраты. Но наш разговор еще не окончен. Это решать моему сыну. Наш разговор закончен, лорд Уайтхилл. Итан, лорд Железного Холма. Здесь его слово «закон». Если вы с этим не согласны, то я прошу вас уйти. Может, этот парень и лорд вашего дома. Но последнее слово будет за лордом Болтоном. Я пошлю ему ворона и напишу, что один из Форестеров убил его человека. Я сообщу ему, что лорд Форестер лгал мне в глаза и не позволил совершить правосудие. Тогда мы увидим, на чью сторону он встанет. Милорд, вы никогда не должны молчать. Враги воспримут ваше молчание как признак слабости. Это решать моему сыну. Ты был храбр, сынок. Но тебе придется проявить храбрость. Приготовьте ворона. Нужно отправить ворона в Королевскую Гавань. Мира нам поможет. Несмотря на то, что она всего лишь служанка Маргаре Тиррелл, они с ней близки. Помолвки Маргаре с королем должно быть достаточно, чтобы держать Болтонов в узде, если Мира уговорит ее помочь нам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok